Здравствуйте! У государства есть несколько главных обязанностей. Безопасность граждан, безопасность страны и сохранение культуры. И государственные субсидии должны лежать в их основе, уверен директор государственного эрмитажа Санкт-Петербурга Михаил Петровский. В Архангельской губернии, в самом первом городе Заполярье, вот уже 20 лет работает Пустозерский музей-заповедник. Как и на какие доходы рассказывает гость программы «Такие дела» Андрей Торопов, директор историко-культурного ландшафтного музея-заповедника Пустозерск, Нинский автономный округ. Здравствуйте, Андрей Фатеевич! Здравствуйте! Ну вот знаете, для нас Пустозерск, это, конечно, связан с именем протопопа Аввакума, прежде всего. С его жизнью, с его деятельностью, выдающегося, конечно, писателя 17 века. А что сегодня представляет ваш музей? На сегодняшний день наш музей представляет из себя административное здание, которое было в свое время, 19 века, которое было в свое время перенесено непосредственно из самого Пустозерска в Нарьенмар. Вот сейчас мы базируемся в этом здании. Ну, помимо прочего, я же еще территория, где находился сам Пустозерск, вот буквально сегодня в Министерстве культуры Архангельской области я наконец-то получил охранное обязательство на эту территорию, на основании которой наше учреждение будет являться как бы правообладателем этой территории. И в соответствии с 73-м федеральным законом в объектах культурного наследия, это обязательство дает нам вести полноправную деятельность на территории Пустозерска. А до этого не было? А до этого не было. Ваш музей-заповедник что входит? Ну вот сейчас наша территория музея-заповедник ходит непосредственно, территория в районе Городецкого озера, где непосредственно находился Пустозерск и близ прилегающая территория, которая распространяется охранное обязательство. То есть достаточно... Довольно-таки да, обширная территория, большие ходи. Ну вот по мере силы наше учреждение будет сейчас в полной мере, в соответствии с законом, будет осуществлять свою деятельность. Но музей Пустозерска это не только под открытым небом или только? Ну вот в административном здании у нас есть выставочный зал, у нас есть постоянно действующие экспозиции, Северный дом, его облики, душа. Вот выставочный зал, недавно закончила работу археологическая выставка, сейчас у нас там развернулись. Вот сегодня, кстати, я вот пока даю интервью, у нас идет открытие выставки, посвященной 95-летию комсомолова. Ну на сегодняшний день также музей из себя представляет нечто большее из того, что я сейчас отметил. И разножанровая. И разножанровая, разнонаправленная деятельность, в том числе и туристическую деятельность. Отчасти приходится заниматься и туризмом. Вот. На сегодняшний день, уже в этом году, мы в районе Городецкого озера и в районе Пустозерска закончили строительство смотровых площадок открытого, закрытого типа. Места для буваков, мимо которых будут проложены туристические маршруты, экскурсионные маршруты. Для всех желающих, как жителей Нинска, второго округа, города Нарьянмара. Зачем едут к вам туристы? Что хотят увидеть, посмотреть, прикоснуться? Ну, по большому счету, принимая участие в тех или иных выставках, ярмарках, посвященных туризму, неоднократно убеждаюсь в том, что людям уже поднадоело за границей. И хочется внутреннего, внутрироссийского туризма. Есть, по нашей матушке России, столько нетронутых дивных мест, в том числе и Пустозерск, которые очень интересны как в историческом плане, так и в событийном, дальше. И в плане этнического туризма, спортивного туризма, охота, рыбалка, все это в полной мере присутствует на наших территориях. Можете предложить эти услуги? Ну, в уставной деятельности музея ограничено в этом плане, но у нас много других учреждений туристического направления, которые в полной мере могут удовлетворить нужные потребности всех желающих окунуться, приехать к нам в город и в полной мере насладиться и охотой, и рыбалкой, и этно-туризмом, и спортивным туризмом, и духовно-паломническим. То есть мы только о том, что Пустозерск у нас связан с именем исторической личности Протопопа Авакума говорить не можем, да? Это вот вы сейчас рассказали очень. Протопоп Авакум, конечно, занимает важную роль в жизни Пустозерска, но это всего лишь песчинка в 514-летней истории Пустозерска. Пустозерска был зарублен еще в 1499 году по указу царя Великого князя Ивана III. Туда пришло более чем четырехтысячное войско под предварительством воевод Кубского, Ушатого, Бражника. То есть история ого-го какая, да? Да, вот на будущий год мы будем отмечать 515-ю годовщину основания Пустозерска. Но Пустозерска, к сожалению, как город уже не существует. Ну, на сегодняшний день, да, как населенный пункт, он уже прекратил свое существование. В 1964 году, в 1962 году его покинула последняя жительница, графена Андронова Накожевина. Вот, ну и осталась только память, осталась история. Но, тем не менее, вот недавно мы проводили, праздновали 514-ю годовщину. Возили потомков пустозеров на территорию Пустозерска. Есть такие, да? Мы их увозили, вертолеты заказывали, на лодках увозили, это дело все, праздники там устроили. Они крайне редко друг с другом имеют возможность общаться. Да, каждый, ну мы как, глупо рассказывать пустозерам о пустозерске. Поэтому мы их просто представляли друг перед другом. Представляли там, допустим, одни одно семейство, там, допустим, семейство Кожевина, там, знатное семейство. Вот, Тайбареев, там, есть такие выдающиеся личности. Ну, то есть вы не скучаете? Скучать некогда. Работы очень много. У нас вот усиленно идется строительство на будущем. В этом году мы планируем уже провести торги и начать строительство музейно-туристического комплекса Пустозерия. Пустозерское городище и околоградное Самаять. Уже вот провели торги по строительству усадьбы жителя Пустозерской области, там, в районе 10 миллионов была начальная максимальная цена. Вот, определился подрядчик там с Коми. Вот сейчас будем проводить вторые торги и там будет свыше 100 миллионов. Ну, вот сразу ставят вопрос на, кто финансирует, кто помогает. А какие средства? В 2011 году в округе, в Ненецком автономном округе была принята долгосрочная целевая программа создания музейно-туристического комплекса Пустозерия 2011-2015 годов. Вот на основании этого с большим вливанием денежных средств непосредственно из бюджета Ненецкого автономного округа. И вот на эти средства мы сейчас занимаемся активно строительством, закупаем различную утварь, проводим археологические раскопки, реставрационные работы. На сегодняшний день уже несколько лет, с 2011 года, как я вступил в должность, проводим реставрационные работы. Археология в 2011 году, в этом году у нас была. А что, кстати, вот есть какие-то артефакты свежие, что называется? Ну, конечно, в большом количестве. Вот в 2011 году у нас работал Институт археологии Севера во главе с Кардышем Олегом Викторовичем. Работали ребята два месяца и подняли большое количество артефактов и порядка 850 предметов они передали фонду нашего музея-заповедника. После этого мы открыли выставку, вот недавно, почти год она у нас работала, недавно закрылась. Были представлены такие интересные вещи, как бытовые предметы, чем пользовались пустозеры, различные украшения, различное оружие. Это каких веков? А вот начиная до Нинецкого периода, еще 3-4 веки, буквально до 19-20 века. Все, ходим буквально, ходите по артефактам буквально, да? Да, ходим буквально по артефактам. Ну, я знаю, что у вас еще проводятся вакуумовские чтения, это тоже большая такая научная работа. Да, у нас проводятся, силами нашего музея проводятся вакуумовские чтения, такое мероприятие, оно уже вошло в традицию, значит, есть малые, они подразделяются на малые вакуумовские чтения и большие. Малые у нас проходят раз в два года, большие мы проводим раз в четыре года. На будущий год мы проводим малые, они выходят на региональный уровень среди учащихся образовательных учреждений Нинскоавтономного округа. Там ребята выходят со своими работами, исследовательскими работами, не только по истории Пустозерска, но и по биологии, по экологические какие-то работы, исторические труды какие-то. Все это ребята поднимают, изучают, докладывают. Мы их после этого обязательно награждаем, посылаем работу на больную. Музей так вот становится уже не только культурным центром, он еще и образовательную какую-то функцию несет. Обязательно, обязательно. У нас в основной деятельности музея записана образовательная деятельность. У нас работает школа юного экскурсовода-краеведа при музее. Ребята очень активно занимаются. Под это специально подведена тоже долгосрочная целевая программа, я сокращенно называю музей детям. По ней мы в этом году сделали макет Пустозерска 17 века. Нам подрядчики из Самары сделали, представили. Сейчас мы его будем выставлять для работы и будем открывать в этом году уже новую работу школы юного экскурсовода-краеведа. Ну и, помимо всего прочего, про большие аквакуумские чтения, но они уже носят у нас общероссийский уровень. Приезжают археологи, реставраторы, историки, краеведы, выступают со своими докладами. Проходит это несколько дней, мы обязательно вывозим их в Пустозерск, там какую-то часть мероприятий проводим. В общем, после этого принимаем, ну и все равно, надо встречаться, надо общаться. Нужно какие-то принимать решения, которые определяли бы дальнейшее развитие музея, направление развития музея, дальнейшую его деятельность, развитие археологии, реставрации, ну и прочие направления, которые так или иначе все равно затрагивают деятельность нашего учреждения. Музей начал развиваться, ну вот так активно, ведь не очень давно, да, Пустозерск, как-то о нем более активно заговорили, там вышли вы за рамки Ненецкого автономного округа, да, вот уже. Да, в связи с тем, что музей активно ведет строительство, музей туристического конкурса, да, вот, в связи с тем, мы выходим на международный, на региональный уровень, пиаримся как туристический центр, потому что с постройкой всех этих наших туристических центров у нас на территории нужно будет туда завозить и туристов, и экскурсантов, чтобы велась большая экскурсионная работа, туристическая работа. У нас есть что показать, есть что рассказать, мы будем проводить различные силами наших клубов военно-исторической реконструкции, различные мероприятия, восстанавливать, создавать какие-то исторические события, устраивать игры, пляски, различные семинары, выставки, обязательно будут развернуты какие-то экспозиции с этой целью, вот мы проводим, активно закупаем и утварь, вот, допустим, карбас сейчас нам будут строить, шестиметровый в Петрозаводске. Вообще, вы так не боитесь, это неподъемная работа, практически на пустом месте, в тундре находитесь, к вам попасть очень сложно, проблематично, как вы туристов заманите? Мы пиаримся, пропагандируем, у нас есть свой сайт, у нас мы участвуем в международных ярмарках путешествий, вот в мае, ежегодно, в мае месяце, мы ездим в Москву, в гостиной в дворе, у нас разворачиваем свой павильон, Нилинского автономного округа и силами нашего музея-заповедника, рассказываем всем желающим, как нам добраться, что они могут увидеть, что хотят посетить. А как добраться к вам? Из Архангельска, вы знаете, просто самолетом, да. А потом до Пустозерска? Ну, от Пустозерска, значит, у нас есть несколько вариантов, помимо всего прочего, у музея есть своя техника, вот недавно мы, в том году мы закупили два снегохода, японских силами ваших известных фирм, вот, сделали специальные кабины для туристов, четырехместные кабины. Это уже экзотика, да, на снегоходе прокатиться? Да, мы уже их вот в прошлом сезоне, вот, отделы все опробовали, значит, кабины, у нас два снегохода, две кабины, цепляешь их к снегоходу и везешь. Море удовольствия получают, как туристы, все желающие экскурсанты. Вот, лицезреть, как тундру в зимнее время, это же диковинку, ну, одно дело город, а другое дело выйти на дикую природу, посмотреть на впереди бегущего зайца или летящую куропатку. Перебегающую, там, лису. Это же все экзотика. Смачно вы рассказываете, да. Где вы еще такое видите? А вот, Андрей Фотеевич, я ведь знаю, что у вас и паломнические туры тоже, в общем-то, существуют. Вы как взаимодействуете вообще со старобрядцами, ведь все-таки Аваком, это их символ веры, да? Да, старобрядческая, значит, у нас в Нинецком автономном округе, в Наринмаре, существует старобрядческая община, которую возглавляет Александр Иванович Липунов. Вот, с ним мы вплотную работаем. Вот, помогаем по мере сил, там, ну, если обращается, ну, я не знаю, знаете ли вы, нет, но в Пустозерске сейчас, в прошлом году была поставлена часовня имени протопопа Авакома и трапезная. Ну, так положено у староверов. Ну, и на постоянной основе старобрядцы туда совершают свои паломнические, свои паломничества. Вот, поставлено все это было благодаря Вальтеру Вальтеровичу фото, его деятель старобрядчества, вот, один из руководителей общероссийского старобрядческой общины, вот. Ну, и старобрядцы, как бы, тоже нам разрешают пользоваться этими постройками, тоже проводим туда желающих туристов, посмотрят, рассказывают, показывают. Ну, и, помимо, нет, у нас никогда, у нас никаких конфликтов, ничего нет. Мы находим понимание, как у старобрядцев, так мы поддерживаем тесные отношения и с русской православной церковью, вот. Вот, и участвуем постоянно, и в их мероприятиях, они тоже постоянно в Пустозерске проводят свои обряды. Ну, как бы так. Да, а вот, как вам, какая вам помощь нужна в первую очередь? Сейчас вот такое, самые насущные проблемы. Ну, от помощи мы никогда не отказываемся. В планах у нас, ну, финансирование, естественно. Ну, вот сейчас вот, с будущего года начинает у нас действовать долгосрочная целевая программа «Культура-2014-2016», которая объединяет все предыдущие долгосрочные целевые программы и молодежь, которой мы занимаемся, и строительство музейно-туристического комплекса, и музея детям, и сохранение развития культуры. Вот, 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 под общей долгосрочной целевой программой «Культура». Ну, среди всех тех бюджетных заявок, которые нами были поданы для утверждения собранием депутатов и внесения подфинансирования на эти годы, ну, значительная часть их была... Ну, все-таки финансирование — это только на местном вашем уровне, да? Да. Федеральные пока в программы вы не входите? Хоть Пастазерский является и федеральным памятником, но, тем не менее, вот, подавал я бюджетную, ну, на федеральную программу «Культура» на проведение археологических работ, ну, и прошла наша заявочка, не прошла. А почему, как вы считаете? Ну, отчасти, может, памятник не такого уровня, как, допустим, Кижи, там, или Малая Карелая. Ну, ведь надо же когда-то начинать, да, чтобы он тоже достиг такой уровень. Холоминский Кремль — это Пастазерский, хотя и у него тоже богатейшая история. Когда-то начинать, бьемся, бьемся, стараемся, пытаемся делать, подвести финансирование, как бюджетное, так и федеральное. Так, ну, в будущем, я думаю, что силами меценатов какие-то мероприятия будем проводить, потому что... А есть, кстати, у вас? Конечно. Конечно, и в достаточности нефтяные компании активно участвуют в спонсорской поддержке тех или иных начинаний, допустим. Какие-то фильмы мы снимаем. После их помощи, допустим, приезжал у нас в том году, год назад, Бенуа Сигюр, известный документалист французский. И нефтяная компания «Тоталь» спонсировала его поездку и демонстрацию его фильма. Теперь вот он работает с тем материалом, который он снимал в прошлом году у нас в Пустозерске. Что-то должно такое получиться, да? Что-то должно, да, получиться. Но он, как обещал, будем посмотреть, как мы что-то представим. Взгляд француза на Пустозерск, да? Да. Да, это интересно, действительно. Ну, а волонтеров у вас много работают на такой, на добровольной основе? Да, у нас по долгосрочной программе культуры на будущий год ежегодно будут проходить летом волонтерские лагеря, где мы будем привлекать, как и всех желающих, в том числе и наших клубных краеведов, к этим лагерям. Ну и вообще занимать молодежь на летний период, те, кто остался непосредственно в округе, в Наринмаре. Привлекаем молодежь для участия, то есть обеспечиваем их, спонсируем. У нас свои палатки, спальные мешки, свои какие-то хозяйственные, бытовые принадлежности. Все это за счет музея проводится, выставляется, выкладывается лагерь. Они там работают, отдыхают, занимаются спортом, находятся на природе. Ну, вот так мы работаем с детьми и с волонтерами. — Андрей Федорович, а какое время года для туристов самое благоприятное, чтобы ехать и наслаждаться этим историческим местом Пустозерска? — В силу особенностей климатических условий Нинецкого автономного округа и нашего региона, музей может возить экскурсантов, туристов только зимой или летом. Ну, вперед в межсезонье, зима-лето, ну, допустим, где-то с начала июня и до октября. Вот последний буквально раз мы возили ребят с четвертой школы, по школе проводили экскурсию буквально неделю-две назад. — То есть сейчас вы сезон закрыли и начнется у вас зимний сезон? — Ну, до ледостава, пока лед не встал, все, и как больше их привезешь. Туда добраться, на сегодняшний день, туда можно добраться только, ну, водным путем. До Тельвиска, там дальше идет дорога. Сейчас же у нас строится дорога, вот на Ренмара до Тельвиска, это деревня в 7 километрах, а от Тельвиски до Усти, где будет разведаться постройка, строится музейный туристический комплекс, там идет дорога, ну, там 17 километров всего. То есть с будущего года мы, в принципе, круглогодично можем это дело все демонстрировать. — Спасибо вам большое, что вы ответили на вопрос, а у меня есть несколько личных, можно ответить? — Да, конечно. — Вот вы, читая, готовясь к интервью немножко о вас, читая, я вот нашла такую информацию, что вы служили в военно-воздушных силах, работали в Сбербанке, и вдруг судьба вас кинула заниматься музеем. Вы не жалеете? — Да никаким образом. Это часть моей жизни. — Это случайно произошло? — 18 лет отдал службе в вооруженных силах, военный летчик, потом 5 лет в Сбербанке, ну и потом... Меня же пригласили как управленца, как администратора, как хозяйственника. Ну, помимо всего прочего, я уже третий год работаю директором, я и экскурсионную деятельность провожу, готовлюсь, читаю. Вот что-то. Приходится так или иначе проводить экскурсии, занимать туристов. — А какие мотивы были, что вот вы пошли, сменили? Совершенно разные были сферы у вас деятельности? Вдруг музей, история, культура? Что вы себе... — Надо попробовать жизнь, и все. — Отличный интерес. — И тогда ты достигнешь многого. — А что является для вас предметом? Вот для вас лично предметом гордости вашего музея? — Наверное, от того, что мы сейчас уже общими усилиями продвинули реставрацию объектов, которые находятся в деревне Устье, которые закоплены за нашим учреждением. Все-таки это дело сдвинулось с мертвой точки, лично проводил торги, лично определял подрядчика, и все это дело, в течение третий год это дело все идет. — А что нужно, чтобы Пустозерк стал таким туристическим центром, известным не только в России, но и в Европе? — Ну, нужно себе пропагандировать, пиарить, преподносить, показывать в разных, не повысить на слово, ипостасях, то есть выворачиваться наизнанку, любить себя в первую очередь и преподносить. — Наверное, это было мотивом, что вы согласились и на наше интервью. Спасибо вам большое, что приехали и нашли время. В программе принимал участие Андрей Торопов, директор историко-культурного ландшафтного музея-заповедника Пустозерск. И закончить наш разговор хочется еще раз цитата из выступления Михаила Петровского. «Мы становимся очень примитивными, музеи рассматриваются как часть сферы услуг, от нас ждут Диснейленда, но смысл музея нельзя свести к отдыху в парке аттракционов и оценивать его по тем же критериям, как парк аттракционов, нелепо. В музей приходят за удовольствием, но это удовольствие просвещенного человека. Уверен, директор Эрмитажа. Такие вот дела. До встречи.